Главное к этому часу. В новой уренгойской поликлинике номер один вновь заработал кабинет неотложной помощи. В кадетской школе прошел дорожный квест. 1 ноября северян ждет целый ряд нововведений в разных сферах жизни. А теперь подробнее. В этом году традиционный осенний призыв в России перенесли на месяц. И стартует он 1 ноября. По указу президента, несмотря на изменения дат, списки срочников составят до 31 декабря. По воинским частям в этом году отправят 120 тысяч человек. Срок службы в армии не изменился. 12 месяцев. С 15 ноября россияне вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных. Такая функция появится в госуслугах. В личном кабинете пользователь сможет увидеть все согласия, которые он выдавал ранее, различным ведомствам при получении государственных и коммерческих услуг. С 1 ноябрьского дня региональные социальные выплаты будут поступать напрямую из бюджета на карты МИР. Среди них ежемесячная социальная стипендия, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальная помощь в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, а также другие выплаты. С 1 ноября некоторые российские пенсионеры станут получать больше денег. К таким относятся ямальцы с трудовым стажем не менее 15 лет в условиях Крайнего Севера. Также в ноябре прибавка коснется пенсионеров, которые три месяца назад уволились с работы и тех, кому исполнилось 80 лет в октябре текущего года. Кроме того, повысят прибавку к пенсии членам летных экипажей в гражданской авиации, труженикам шахт и угольных промыслов. Со 2 ноября вступает в силу закон об обязательной установке на стадионах контрольно-пропускного пункта калитки или турникета со сканером штрих-кода FAN-ID. Это оборудование проверит болельщика по базе и определит, разрешен ли ему доступ на соревнования. Уже с начала лета этого года на многих спортивных мероприятиях практиковалось введение паспорта болельщика. С 31 октября этого года по 26 марта 2023 года Новый Уренгойский аэропорт будет работать по осенне-зимнему расписанию. Для ямальцев в этот период открыты более 20 регулярных направлений. Кроме того, меняется и регламент работы. Вылетать и совершать посадку самолеты будут с 7 утра до 5 часов вечера. А самый аэропорт будет открыт с 6 утра до половины 6 вечера. В пресс-службе также заранее предупредили, что 1 января не рабочий день. В Новоуренгойской поликлинике номер 1 возобновилась работа кабинета неотложной помощи. Туда могут обращаться северяне с обострениями хронических заболеваний, а также те, кому срочно требуется медпомощь. Фельдшеры проведут осмотр, запишут к профильным врачам, а если потребуется, направят на госпитализацию. Кабинет работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера, в субботу до 4 вечера, с 2 до полтретьего обед. Пациенту при себе необходимо иметь паспорт, НИЛС и медицинский полис. Студентам юмальских колледжей и техникумов из многодетных семей компенсируют 100% стоимость обучения по программам среднего профессионального образования. Воспользоваться мерой поддержки можно уже с этого учебного года, при условии, что студент из многодетной семьи обучается без задолженностей и после окончания учебы обязуется отработать не менее трех лет на Ямале. Документы в департамент образования можно подать до 1 марта или до 1 сентября, то есть после очередной зимней или летней сессии. В Центре социальной помощи семье и детям САДКО займутся поддержкой семей мобилизованных ямальцев. Работа психологов, педагогов и других специалистов организована в рамках движения «Мы вместе». Члены семьи мобилизованных новоингойцев смогут получить психологическую и юридическую помощь. Работники Центра также готовы помочь с присмотром за детьми старше трех лет. В САДКО есть все необходимое, начиная от кабинетов для занятий и творчества, заканчивая спальными местами и медпунктом. Арктические новости. Российский ледокольный флот в ближайшее время пополнится новым кораблем. Им станет атомный ледокол «Урал». Судно уже завершило ходовые испытания и в ноябре его передадут Росатомфлоту. Экипаж ледокола 54 человека. Они смогут проводить на судне до полугода, не заходя в порт. Корабль будет обслуживать Северный морской путь. Популярность Арктики продолжает расти. Северный регион интересен не только с научной точки зрения, но также с экономической и с геополитической. Турция рассчитывает расширить свое присутствие в Арктическом регионе. И в скором времени планирует присоединиться к договору о Шпицбергене 1920 года, который даст Анкаре более широкие возможности для участия как в научной, так и в экономической жизни Арктики. В Янау и Мурманской области, двух регионах, входящих в Арктическую зону России, в 2023 году пройдут выставки, посвященные искусству северных народов. Об этом сообщили в Министерстве культуры. В большой выставочный проект войдут экспозиции в музеях северных городов, а также на ледоколе Красин, расположенном в Санкт-Петербурге. Метеочувствительным россиянам стоит поберечь свое здоровье в ближайшие несколько дней. 1 и 2 ноября возможны магнитные бури в 5 баллов. Это достаточно высокий показатель, поэтому тем, кто особенно остро воспринимает подобные явления, следует избегать физических, а также эмоциональных нагрузок. Северянам с хроническими заболеваниями сердца необходимо иметь при себе прописанные лекарства и контролировать артериальное давление. Сегодня вам предстоит пройти несколько станций, где вы сможете показать свои все знания и навыки безопасности на дорогах. С 29 октября школьники ушли на первые в этом году каникулы. Перед таким длительным отдыхом сотрудники госавтоинспекции совместно с учителями традиционно проводят с детьми беседы о том, как нужно вести себя на дороге. Ко детской школе имени Шарпатова этой теме посвятили целую квест-игру. Ребята покажут свои навыки маневрирования на велосипеде, оказание первой помощи пострадавшим, а также как правильно находиться в салоне автомобиля и пройдут несколько викторин на знания правил дорожного движения. Тема очень важная для детей, в частности для возраста от 10-12 лет, потому что именно этот возраст, когда дети чаще всего попадают в дорожно-транспортное происшествие. Это связано с тем, что уже после начальной школы родители считают, что дети стали самостоятельными, они самостоятельно передвигаются по дорогам, соответственно, происходит не очень хорошее происшествие. Сделать изучение правил дорожного движения интересным. Такую задачу поставили себе организаторы мероприятия «Безопасное детство». В квесте участвовало шесть команд от пятых и шестых классов. Заинтересовать школьников явно получилось. Самое сложное что было? Велосипед. Велосипед. Спортивный светофор. Удалось пройти велосипед? Ну да, но с трудом. Мне очень нравятся такие мероприятия. Я думаю, что они очень нужны, очень полезны, потому что не каждый человек знает правила дорожного движения. Идея проведения такого мероприятия возникла в стенах школы, и сценарий квеста разработали сами преподаватели. Ну а с реализацией проекта помогли сотрудники госавтоинспекции и лаборатории безопасности. Первые мероприятия проводятся для участников кадетского движения. Вот в данный момент участвуют кадеты школы вне Шарпатова. К следующему году, я думаю, мы придем на расширение и пригласим к участию и юнармию. А сегодня вот самые патриотичные, самые законопослушные, среди них будет определяться победитель. Центр лаборатории безопасности работает по всему округу и является частью федерального проекта, направленного на снижение числа ДТП с участием детей, а также обучение школьников правилам дорожного движения. Ну а дети всегда готовы участвовать в чем-то интересном, тем более что квесты гораздо веселее обычных лекций. Гюли Димитрадзе, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Новый год только через два месяца, а ямальский Дед Мороз уже готовится к своему путешествию по округу, к юным северянам в гости. Ямал-Ири решил объявить конкурс, где победа достанется сразу ста счастливчиком. С вами я, северный волшебник Ямал-Ири. И я вновь хочу вас порадовать подарками, чтобы поднять ваше праздничное настроение. Запиши и расскажи о своем любимом месте, где ты любишь проводить свободное время. Садики, школы, парки, места отдыха. И пригласи меня, Ямал-Ири, в свой населенный пункт проживания. Ролик не должен превышать 60 секунд. Его необходимо опубликовать до 15 ноября в социальной сети ВКонтакте и отметить на нем ямальского Деда Мороза. Принять участие в конкурсе могут дети до 14 лет. Итоги опубликуют 18 ноября. Вся подробная информация на официальной страничке ВКонтакте Ямал-Ири. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова